я открываю я открываю очередное заседание клуба мы решили посвятить его теме которые вообще вроде на слуху и часто используются эти слова но на самом деле обсуждение и такой вот мы с алексеем думали вообще присутствовали ли мы на подобной встрече где бы так подробно обсуждали принципы оценки да или принципы проведения оценки и оказалось что кроме тех случаев когда ушла работа собственно непосредственно принципе вообще другой других подобного рода встреч не было и я бы добавил володь что применительно к самооцениванию их вообще не было сто процентов применительно к самооцениванию мы провели небольшое кабинетное исследование и поняли что такого вообще никто в мире не делал там если взять любую профессиональную ассоциацию такого не было вот и мы решили что эта тема важная это как бы вот такой верхний уровень документов или решений профессионального сообщества принципа проведения оценки которые касаются вроде всех вот но действительно применительно к самооцениванию некоммерческих организаций то есть по сути дела речь идет не совсем о профессионалах которые проводят оценку да потому что мы как бы в нкау работают разные люди да но все-таки мы имеем ввиду что когда говорим о самооценивании то эти люди которые не занимаются постоянно самооценки оцениванием своих проектов или программ да они как бы занимаются еще другими вещами и поэтому мы решили ну как бы вот стартануть с обсуждением этой темы я сразу хочу забегая вперед сказать что скорее всего мы не успеем сегодня все пройти а может быть и успеем но мы хотим это обсуждение довести до конца вот ну вот собственно говоря такое введение работать мы сегодня будем и в большой группе и в малой пока нас недостаточно много чтобы разделиться на две группы но посмотрим как это будет в процессе вот и еще один момент у нас есть такая скрытая цель мы хотим результаты нашего обсуждения вообще-то опубликовать волос она теперь перестала быть скрытой как только ты об этом сообщил все хранится но я имею ввиду когда мы готовились и в объявлении было мы хотим этот результат опубликовать как результаты обсуждения поэтому первое мы будем фиксировать результаты а второй момент у меня к вам вопрос сразу готовы ли вы поставить свое имя потому что но это коллективное творчество продукт будет точно даже если человек не очень активно участвует но все равно это все что здесь будет обсуждаться и все что к чему мы придем это продукт общий и по это давай по-другому сформулировали если кто-то возражает против того чтобы его имя упоминалось как участников подготовки данной публикации то тогда напишите нам и мы не будем включать а всех остальных по умолчанию включим а технический список участников у нас есть поскольку вы все регистрировались ну короче говоря вы можете написать в чате или сообщить о своем нежелании вроде все что касаемо вступление такого я передаю слово алексей да спасибо коллеги еще раз всем доброе утро я бы еще добавил тоже вступление что у нас в таком формате еще не было встреч клуба то есть данная встреча она действительно с непредсказуемым результатом мы не знаем что у нас у всех получится и мы предполагаем что такая совместная творческая деятельность и на выходе будет какой-то новый новый материал касающийся принципов оценки проектов программ применительно к ситуации самооценивания обязательно конечно опубликуем и распространим максимально широко как всегда скажем спасибо проекту пятый элемент который поддерживает на этом отрезке на заседание нашего клуба и вот хотели тоже вам сказать что у нас теперь есть сайте про оценку клуб красивые красивые названия можно туда прийти и посмотреть том числе архив всех заседаний видеозаписи все презентации мы будем дальше над ним работать замысел этой встречи он родился в том числе в связи с тем что альянс про оценку который является инициатором клуба он ориентирован именно на то чтобы оценка внедрялась деятельность социально ориентированных организаций разных и может быть НКО в первую очередь поскольку это изначальная группа организаций людей которые которые поддержали нашу инициативу и поскольку НКО в основном занимается именно самооцениванием то мы подумали что это будет такой полезный полезный разговор значит пара слов вступительных и может быть небольшое обсуждение и перейдем уже собственно к обсуждению принципов значит всем это известно ну просто обозначим что принципы профессиональной деятельности они регламентируют определенную сферу профессиональной деятельности определяют поведение представителей профессии в значимых повторяющихся ситуациях ну например принцип который во многих случаях во многих профессиях актуален конфликт интерес то есть если у тебя есть два разных интереса которые вступают в противоречие друг другу то эта ситуация для тебя как для профессионала неприемлемой ты не можешь такой ситуации выполнять качественно свою работу в оценке это тоже проведено в некоторых случаях мы еще об этом сегодня поговорим и принципы конечно эти формируются не в тени кабинетов а на основе живого опыта и по сути принципы являются результатом консенсуса в каком-то профессиональном сообществе и это согласие по поводу ситуации сложного выбора когда простой выбор по этому поводу принцип не надо это все очевидно на уровне здравого смысла принципы к ситуациям сложного выбора относится и понятно вот из этих двух двух фраз понятно что принципы конечно рождаются внутри именно профессионального сообщества то есть сообщества людей которые идентифицируют себя с определенной профессией которые работают в этой профессии и как мы говорили некоторое время тому назад когда на конференции обсуждали профессионализацию оценки то один из признаков что когда человек профессионал он этим себе на жизнь зарабатывать в том числе и если мы посмотрим на то что есть в мире то первые принципы были сформулированы американской ассоциации оценивания потом многие очень профессиональные именно объединения сформировали некую перечень принципов у нас принципы оценки программы политик были приняты ассоциации специалистов по оценке программы политики опубликованы в 2017 году по этой ссылке вы можете перейти и скачать полный текст документов и работа над ними шла более года было продолжительное обсуждение потом было голосование и эти принципы были приняты в общем-то единогласно членами ассоциации на тот момент надо сказать что если кого-то вдруг смущает слова политик название ассоциации то здесь не нужно напрягаться все-таки это ассоциации так по жизни складывается что больше пока про оценку программ проектов чем про оценку программы политики значит в документе на который была выше ссылочка есть следующие тезисы здесь говорится что принципы учитывают международный опыт я основана на опыте работы российских специалистов замечательно дальше здесь сказано что принципы носят универсальный характер и могут применяться при проведении различных видов оценки в разных сферах что тоже для нас очень важно и надо сказать что самооценивание это самый распространенный вид оценки в социальной сфере определенная срединка значит дальше принципы разработаны с учетом того что в оценке в общем случае могут принимать участие три стороны и вот здесь если мы будем держать в уме нашу наш замысел связанный с самооцениванием мы должны конечно обратить особое внимание на то что эти принципы были сформулированы с учетом в общем случае участие трех сторон а именно заказчика то есть представителя организации которые инициируют оценку ставят задачи не проведение будет основным пользователем результатов этой оценки но в случае с нпо заказчиком часто чаще всего если это такая вот оценка внешне и выступать донор то есть донор говорит мне нужно оценить вот этот проект на конкурсной основе приглашает специалисту пациенту человек который привлекается до проведения оценки и соответственно проводится оценка в они в которой участвуют и те кто реализует проект и те кто является благополучателем и другие заинтересованные стороны по необходимости в зависимости от того какие вопросы задания включены таким образом принципы сформулированы именно исходя из вот этого посыла что в общем случае три стороны участвуют в оценке в описании каждого принципа есть название краткой формулировки и рекомендации каждой из трех сторон которые перечислены выше поэтому это сделано для того чтобы принципы были полезны для всех сторон включенных в проведение оценки программы по лете почему это было сделано в свое время если вы посмотрите на абсолютное большинство принципов за единичными исключениями которые разработаны профессиональными объединениями эти принципы разработаны для специалистов по оценке и люди являющиеся заказчиками или участники оценки они могут расширить свое понимание наверное того как проводится оценка для себя они мало что могут подчеркнуть в этих принципах мы решили вот когда разрабатывали мы участвовали все присутствующие здесь члены ассоциации участвовали в этом в свое время и поэтому значит это это появилось так теперь самооценивание ну для того чтобы нам двинуться дальше мы решили предложить такое определение которое основано на определении оценки программ от майкла пэттона и по сути самооценивание от оценки отличается чем что это оценка которая проводится командой программы или проекта а все остальное там абсолютно идентично соответственно если мы говорим про внешнюю оценку мы имеем ситуацию когда у нас есть в общем случае три стороны в частном случае может быть две стороны например некоммерческая организация заложила в бюджет проекта своего там на несколько лет рассчитанного а внешнюю оценку и на каком-то этапе некоммерческой организации нанимает внешнего специалиста или команду специалистов для оценки своего проекта это две стороны в общем случае три страны в этом случае который я описал получается что заказчик да это некоммерческая организация а соответственно исполнитель это внешний специалист теперь если мы говорим про самооценивание тут получается три в одном то есть мы как команда некоммерческой организации сами определяем необходимость проведения оценки мы ставим задачу на проведение оценки мы ее планируем и дальше по тексту то есть мы собираем данные мы их анализируем мы выносим определенные делаем выводы вырабатываем для себя определенные рекомендации что нужно предпринять и соответственно реализуем то что мы то что мы собирали сделать с учетом результатов оценки плюс очень то есть мы и заказчики и исполнители и участники потому что во многом чем отличается самооценивание уже информация проекте есть и может быть тут больше будет акцент даже не столько на сбор дополнительной информации сколько на анализ той информации которую мы уже обладали плюс есть участники оценки которые вот на этом слайде изображены как символически это благополучатели то есть в общем случае конечно благополучатели всегда являются участниками оценки и мы соответственно при самооценивании тоже можем их привлекать к участию в оценке соответственно у нас получается два основных вопроса которые мы собирались обсудить на сегодняшнем совещании и здесь нам нужно будет быть очень специфичными и эти вопросы мы планировали обсуждать применительно каждому принципу и всем рекомендациям которые есть принципах и вопросы эти перед вами насколько принципы которые разработаны получается все-таки в большей мере для внешней оценки честно говоря применимы для случаев самооценивания и следует ли их скорректировать или дополнить для случаев самооценивания и нам кажется что вы такой 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 поворот может быть очень полезен на практике некоммерческим организациям но мы теперь хотим уважаем коллеги давайте так если какие то вопросы по вступлению или комментарии может комментарии может какие именно к этой части ну в целом принципы а замыслу понятно да хорошо ну тогда мы хотели приступить к обсуждению и мы сейчас обсуждение построить следующим образом мы не будем делиться на малой группы нас всего 13 включая нас и организаторов встречи центр гарант пока справимся незримой да соответственно получается 10 человек группе ну и мы останемся в этой группе и мы по сути дела дальше хотели брать каждый принцип по отдельности и пытаться ответить на эти два вопроса то есть обсуждать вот эти два вопроса о которых алексей уже сказал насколько применимы принципы оценки ну данный принцип уже да потому что случае и следующий вопрос следует ли скорректировать или дополнить его для этого случая ну и если следует то как именно да это как бы самой важной части володя еще хотел дополнить вначале вот когда ты сказал что мы можем сегодня не успеть я хотел коллеги сказать что владимир имел ввиду не успеть обсудить все шесть принципов до 6 6 мы думаем что может быть мы успеем половину сегодня а половину на следующий раз отложит но если быстрее пойдет значит я открываю следующий да тогда давайте откроем принцип и мы будем действовать следующим образом я буду продолжать вести фасилитировать встречу алексей будет записывать но тоже подключаться конечно но главная его задача сейчас важная задача не главное а за важной задачей фиксировать результаты обсуждения вот и ну вот так и мы будем двигаться я вас приглашаю активно участвовать и так давайте рассмотрим сначала у нас всегда будет на сначала познакомиться подробнее текст яду текст я думаю перед вами у вас нет но мы будем презентация будет оставаться в процессе обсуждения итак первый принцип называется ориентации на практическое использование результатов да я хочу сказать что они конечно не в порядке важности потому что в данном случае каждый принцип ценен самостоятельно и это просто последовательность их предъявления да там логику можно объяснить но она не так важна вот поэтому как бы не будем на этом останавливаться ориентации на практическое использование результатов что означает этот принцип как он раскрывается это означает что весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение я перебил не понял но имеется ввиду что принцип исчез слайд исчез да сейчас темный слайд по крайней мере для меня вот сейчас видно итак весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации если здесь какие-то вопросы прояснения и вот мы уже приступаем к обсуждению по сути дела да как вы думаете общее определение принципа до соответствует ли проведению самооценивание применимо она к проведению самооценивание пожалуйста ваши комментарии ваше соображение погромче немножко смотрите час на то как мы это расписывали для заказчика будем будем но позже обязательно будем для например ну для конкретной организации на каком этапе она вдруг сподобилась самооценкой заняться если она начинает заниматься самооценкой скажем вот был проект он кого да и они хотят вторую вторую этап или версию развития тогда оценка ну полезная для информации одна ничего не надо тут ничего менять но если люди уже где-то в середине оценивают ну как они тут уже ничего наверно не смогут сделать и может быть чего-то надо менять может уточнять что-то ну мы же знаем что если оценка проводится середине проекта все равно польза какая-то может быть пусть не для этого проекта а пусть для того чтобы на будущее то есть но здесь но здесь получается идея в чем что вопрос при самооценивании важный вопрос там можно ли в принципе что-нибудь изменить или сделать по результатам оценки вот такой вопрос да 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 потому что одноразовый бывают какие-то проекты еще чего-то может быть какие-то нюансы можно добавлю да я еще одно измерение хотел добавить коллеги вот мне кажется здесь можно на сравнении с внешней оценки посмотреть откуда вообще тема взялась но тема использования вы знаете она актуальна в оценке до сих пор и не не всегда результаты внешней оценки я подчеркну внешней оценки не всегда далеко используется как следовало бы по разным причинам но одна из причин например такая что в бюрократической структуре закладывается процедура проведения оценки когда организации подходят к этому моменту она обязана ее провести при этом вообще-то результат никому не нужно то есть просто вот все должны провести в бюджете стать строка и они ее проводят и результат соответственно кому не нужно мне кажется что в случае с самооцениванием это очень маловероятная ситуация но когда мы сами решили что нам это надо и как бы потом мы не будем использовать по моему это немного вряд ли маловероятно ну и потом я хочу сказать что мы сейчас пока на уровне формулировки говорим о некотором нормативном требовании да что должна быть здесь слова очень важны должна быть требование как бы к оценке мне кажется то что в реальности может проводиться например просто в случае таких бюрократических каких требований это конечно возможно но тогда вопрос оценка возможна для соблюдения бюрократических требований нет я говорю если представить ситуацию из представить такую ситуацию какую-то фантастическую птическую но я опять же говорю то что может быть такое это не значит что ну можем ли нужно ли менять для этого принцип вот это же нормативные требования уровня определения менять я не предлагал менять формулировку я просто комментарии смотрите если значит самооценка без заказчика внешнего это один вариант хотя все равно есть получение полезно для основных заинтересованных сторон информации когда самооценка вызвана значит опасением что заказчику что-то не понравится я не сами себя самооценит у меня был такой опыт жизни немножко другое то есть вообще хороший правильный принцип и должен быть ориентирован но по жизни масса всяких наций вот еще елена хоть да пожалуйста я да знаете я хочу а вот комментарий честно говоря вспомнила случаи когда бывает самооценка спускается сверху тоже фонд говорит но вам внешне новом мы вам даем формы да и вопросы и алгоритмы вы должны сделать эту самооценку то есть бывают такие ситуации когда организации ну я знаю один такой случай когда самооценку организация проводила не потому что она хотела потому что фонд им это как бы предложил настойчиво ну вот так просто это вообще интересная ситуация потому что вопрос ну правильно ли отсчитать ему самооценкой у нас определение там такое что вроде самооценка когда мы сами решаем ее провести а тут получается что это может быть даже рассматривать как внешнюю оценку когда есть внешний заказчик на результаты но он говорит я к вам консультантов не пришлю вы сами проведите мне дайте результаты на это вроде получается внешне можно читать оценка такой интересный интересный момент но вот у них во всем документам это называлось самооценивание ну может они просто сами не разобрались это надо подумать про определение хорошо вопрос вопрос нужно ли вносить какие-то изменения если мы говорим об этих принципах применительно к самооцене вот изменение или дополнение к этой формулировке существующей давайте мы отметим последнее то что елена касси сказал как возможно изменить дополнение в плане как мы определим самооценивание то есть может ли самооценивание быть инициировано другой сторона третьей стороной второй третий внешне извне извне вот так и тогда в этом случае считать лет самооценивание я по определению а так дальше можно да конечно можно вопрос да 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 я вот здравствуйте я для себя пытаюсь формулировать а как по-другому это может звучать этот принцип ориентация на теоретическое использование ориентация на неиспользование как-то не складывается абсурд какой-то получается получается это вот ну действительно такая очевидная аксиома которая вот альтернатив то вроде бы и нет для для самооценки так тем более да то есть применима к даже скорее какой-то признак оценки получается вот она должна быть такой если оценка то она должна быть ориентирована используем хорошо теперь смотрите мы говорили о том что есть три страны и принципы особ изначально ориентированы на как бы рекомендации да для трех сторон участников мы сказали уже что у нас в случае самооценивания тут как-то все смешано эти функции да эти роли и поэтому мы сейчас будем рассматривать текст и положение отдельно как они написаны но опять смотреть в какой мере это применимо и нужно ли вносить какие-то изменения для самооценки так первый тезис в разделе рекомендации для заказчика формулирование вопросов заданий на проведение оценки следует лично участвовать тем людям которые будут пользоваться результатами оценки что-то не совсем понятно вот если при самооценке а которые такие люди которые будут пользоваться ну вот примеру да вот наша организация особ вот мы занимаемся самооценкой какие люди вот мы сами будем пользоваться это понятно а если в нкао например благополучатели они участвуют и и как они будут пользоваться или не будут как без них ну тут вопрос пока про формулирование вопросов задания то есть про построение заданий кто участвует в формулировке на формулирование вопросов заданий руководитель нкао председатель правления или исполнительный директор нкао разные структуры заказчик кто а может быть и команда правда не обязательно команда команда которая не хоть не любит исполнительного директора и хочет пожаловаться председатель управления вот собралась команда и хочет самооценку я не отделял исполнительного директора от команды но я нкао занимаюсь уже 40 лет практически 40 первый грант у меня был девяносто четвертом году от агентства международного развития всего насмотрелась ирина комментарий да у меня был комментарий я хотела сказать что в оценке должны участвовать в формулировке технического задания должны участвовать наверное те кто потом участвует в реализации управленческих решений потому что в отличие от исследования оценка нам нужно для того чтобы какое-либо управленческое решение потом принять вот она и практическая ориентация и соответственно и должны разрабатывать и вопросы формулировать те кто потом будет это применять на практике те кто полномочен потом это применять на практике записал ну так а в случае самооценивания ну и что руководящий состав правления например или вот в идеале да если это направление потому что они будут пользоваться и нечего там никого больше привлекать сформулирует и вот еще добавлю сейчас если мы оцениваем например отдельно взятый образовательный компонент тогда там не только руководитель но и руководитель образовательного направления какой-то или там тренеры вот я это имела ввиду еще ну смотрите я бы еще даже задал вопрос мы говорим рекомендации для заказчиков но поскольку как алексей сказал уже принцип особ все-таки формулировались исходя из ситуации внешне внешние оценки а у меня вопрос вообще-то можно ли ну вообще в самом тексте да вот этих рекомендаций нужно ли делить эту функцию заказчиков ситуации самооценивание правильно ли вообще слово заказчик используется здесь и выделяется это отдельная функция случае самооценивания это нас и дальше будет преследовать да пожалуйста я действительно хотела сказать что мне кажется что здесь надо было бы сейчас вывести те рекомендации да и просто может быть более четко сформулировать ну какие-то вещи при этом я все равно соглашусь с сырой да что должны там формулирование вопросов должны принимать вся та команда который будет принимать и управленческие решения по поводу ну как бы это внедрение результатов оценки и то чтобы делать руками да вот условно говоря внедрять эти результаты поэтому я мне кажется что вот лучше было бы если мы сейчас там вывели в силу то что мы писали понимаешь для для заказчика для оценщика и для условно говоря оцениваем да и просто я просто возвращаюсь почему мы же этими принципами понимали что мы когда-то ну хотели когда мы вообще принципе их обсуждали мы хотели еще научить людей ну немножко объяснить им что оценка должна быть действительно там практичной вот ее не надо проводить это и то чтобы заказчик тоже учился проводить оценку я как вспоминаю как мы почему мы тогда и делили а сейчас если мы действительно говорим для самооценивания может надо было вывести бы все это и подумать вот здесь что-то было бы важно ну что-то добавлять или менять или еще или переформулировать мы собирались вывести сейчас выведем я волос хотел сказать на твой вопрос мне кажется что мы можем просто себе сказать что тут есть рекомендации для заказчика для исполнителя для участников вот и для заказчика и для исполнителя но это надо мне кажется рассматривать в первую очередь как функции они как роли в проведение оценки то есть когда самооценивание мы формулируем задание на проведение оценки мы сами же его выполняем то есть мы и заказчик мы исполнитель поэтому конечно эти это деление она для самооценки некорректно так скажем если ну да получается так что если исходить из вот твоих соображений получается так что ну одна из рекомендаций по описанию этих принципов для ситуации самооценивания может выглядеть так что у нас не будет этих трех ролей или будет какой-то комментарий касающийся того что в ситуации самооценивания роли часто будут смешаны вот это первый момент но второй момент с другой стороны вот я сейчас я элен я вижу руку наверно замечание не могу не откликнуться но все-таки же действительно но есть такие понятия кто инициировал оценку чье это решение было там почему у них возникло мне трудно представить ситуацию когда вдруг все в организации решили и сказали а давайте самооценивать этот проект скорее всего это исходит из каких-то конкретных людей вот но тут вопрос они инициаторы или заказчики да ну вот для меня это тоже ситуация пока непонятно как это можно отразить при описании елена пожалуйста как раз не какая разница между инициатором и заказчиком в это вот в нашей ситуации при самооценке до заказчик можно его назвать инициатор постановщик постановщик задачи ну по крайней мере облеченный полномочиями инициатор например еще раз возвращаешься какое-то руководство организации да там общественное какое-то правление что-то инициатор который не является облеченный полномочиями вот только такая разница вот он тоже заказчик ему могут разрешить могут мере 10 больше не буду не нормально я коллеги хотел просто предложить давайте руки поднимать у нас да хорошо елена пожалуйста да я хочу не очень понравилось вот владимир вы сказали мне кажется надо нам договориться вот про роли еще раз проговорить для себя вот кого мы как называем а то мы сейчас какая-то у каждого свое в голове вот именно ситуация самооценивания да да потому что я вот так предполагаю ну в организации ну в такой средней организации может быть инициатором оценки кто угодно хоть менеджер хоть координатор проекта и мы можем для себя прописать эти роли вот есть инициатор кто тогда может быть исполнительным оценки внутри вот самооценивание кто бы может быть тогда участником да вот если это самооценивание и и все и разберемся и так и будет это все у нас называться я записал хорошо это хорошие предложения но у меня тоже вопрос был открываю валы да давайте дальше посмотрим про содержание имею ввиду вот эту вот важность какого-то описания связанного с тем кто при внутри при самооценивании кто является заказчиком исполнителем участником оценки давайте дальше ну вот смотрите значит следующая формулировка включать задание такие вопросы ответных которые действительно неизвестен или по крайней мере не очевиден ответ нужно ли что-то ситуации самооценивания здесь изменить ирина да ирина или трука не опущена до значит такие вопросы ответ на который действительно неизвестен или не очевиден а если есть некая гипотеза и мне кажется что она вот так и чтобы эту гипотезу подтвердить или опровергнуть но для меня то она очевидна что я права ну то есть вы можете поднять вопрос но кто-то скажет да вы скажете для меня вообще-то очевидно это все просто проверить а другие скажут не это совсем не очевидно ну или наоборот привести оценку да я бы хотел ирине ответить желтенькую неудобно я не хотел ответить я думаю что если есть гипотеза и все считают что она верна и ни у кого нет сомнений то ответ очевиден и не надо проводить а вот если есть сомнения то тогда да поэтому вроде как нормально нормально подходит я бы сказала например при разработке нового проекта на у нас нет сомнений ну гипотетической организации но у донора который мы подадим этот проект для него это не очевидно вот например то есть это речь идет об обосновании замыслу проект например да например оценка для обоснования замыслу проект например тут вообще получается вот я тоже хотел вообще получается так что ситуация и самооценивание может в одни ситуации что мы в этой команде до который там решает на какие вопросы отвечать можем не согласиться поскольку они оди одна какая-то группа или человек может говорить а мне все понятно я ничего вам не понятно ну то есть в силу погруженности в проект тут могут быть очень разные точки зрения да и что-то может быть непонятно вот я так понимал понял ирина ну там гипотезы или вопросы но она говорила о том что опять есть внешняя сторона которая для которой уверенность команды в своей правоте может быть недостаточно просто уверенность и нужны дополнительные аргументы которые бы основывались на результатах оценки вот она об этом сказал ну нормально это записали все записали вам просто не видно у меня уже пол страницы хорошо у кого-то есть еще дополнение вот к этому а смотрите мне кажется что может вообще нам все кажется что это очевидно но иногда когда кажется что очевидно даже ответ на вопрос иногда бывает очень полезно сделать оценку там что-то проанализировать ну потому что на самом деле у нас зашориваются взгляд или там замыливается может быть наоборот ну как бы надо проводить оценку для того чтобы или подтвердить или получить совершенно неожиданные результаты которые могут нас направить совершенно но это вот мне кажется очень бывает связано с теми же ну как бы образовательными может быть обучающими программами да ну все хорошо все там это все хотят а потом никто не приходит никто извините меня не это да или или оценивает потом что это просто не нужно а мы все тут пребываем святую уверенность что все у нас прекрасно пишем очередную заявку действительно или там еще что-нибудь такое а потом оказывается что людям не интересно как раз наоборот вот такая ситуация что нам кажется что ответ очевиден вот все хорошо оценку проводить не надо а ее может быть бывает полезно провести на всякий случай чтобы убедиться что вот это наша уверенность зафиксировали да да а вера пожалуйста тут мы сейчас пришли вот к чему что есть два два варианта проектов один вот как сейчас вот елена говорила на старте вот он нужен не нужен понравится не понравится не понравится донорам ну то есть мы уже делали 1 2 3 внутри находимся а другой вариант когда самооценка мы находимся уже в посредине проекта хватаемся за голову вот это получается опять два разных процесса промежуточная оценка или или до проекта даже больше получается что здесь если говорить об этом пункте то здесь возникает вопрос что может быть какие-то иные ситуации по сравнению с внешней оценкой оценкой и это может быть специально нужно обговорить и кстати парадоксальной ситуации что проведение оценки иногда ситуации когда там большинство или большая группа исполнителей уверена в том что проект хороший да она тоже может быть оправдан да то есть с точки зрения внешней да если все уверены да то и не надо проводить ну вот мне кажется здесь вот что-то про это нужно да надежда надежда пожалуйста да добрый день всем хотела бы еще комментарии оставить что есть один момент это допроектная оценка ну самооценка есть момент когда мы проверяем эффективность в самом проекте а есть еще момент когда допустим проект успешно его можно тиражировать уже он приносит какие-то результаты вот и в тот момент тоже я думаю что стоит какую-то оценку проводить и вообще насколько ну насколько нужен насколько интересен этот проект если его там тиражировать например в другой области зайдет ли он там насколько он там нужен насколько он там будет актуален хорошо спасибо здесь какие-то вот да я хотел откликнуться на то что надежда сказала и добавить одну вещь надежда здесь интересная вещь получилась вы начали с предпроектной потом рассказали ситуацию когда уже все закончилось и надо тиражировать а про надо тиражировать она уже опять становится предпроектной правда то что на стиражирование это интересно это как бы новое я да и я хотел что сказать коллеги вот мне кажется что здесь важно тоже вот был опыт допустим меня когда пригласили просто помочь поставить задачу для проведения самооценивания и я не участвовал содержать на фасилитировал совещание и люди стали внутри организации собралась команда человек действий было и но решили сформулировать вопросы на которые бы чтобы они хотели узнать о своем проект вот так вот был поставлен вопрос и там было вроде брейнсторминга наконец формулировали 40 вопрос 40 они хотели бы узнать а потом они посмотрели на этот список ребят ну и чего мы теперь перестаем работать и будем ответы на эти вопросы искать то есть мне кажется что все таки здесь есть должен быть баланс какой-то этой вопросы на которые мы хотим ответить не мы не должны руководствовать чистым любопытством какие-то должны быть соображение делового характера вот я хотел хорошо дальше давайте лишь следующее положение объяснить специалисту по оценке как предполагается использовать результаты оценки мне кажется этот важный переход не знаю что вы скажете коллеги нужно ли что-то здесь корректировать имея ввиду все что мы сказали до этого мы для себя решить не специалисту объяснить решить для себя как мы будем использовать ну да потому что мы все специалисты в данном случае по оценке если это речь идет о внутренней от самооценивания извините или не специально согласны да вера слушайте если это самооценка откуда специалиста взялся внешне тогда мы про это и говорим убрать специалисты и сказать для себя решить решить вот предложение да что просто решить для себя все таки нужно как будто сцена оценки не может быть специалиста по оценке как-то ну как то живут да да окей убираем следующий определить интересы каких сторон мой можно или следует учесть процессы формирования заданий на проведение оценки и сообщить об этом специалисту по оценке я дополню формулировки коллеги это откуда появилась что когда проводится внешняя оценка и задание формируется в диалоге со специалистом внешним то этому специалисту могут сказать а еще вот есть там четыре заинтересованных стороны давай с ними тоже поговорим и хотим чтобы они также сделали вклад формирование заданий это вот для такой ситуации а для самооценивания как здесь но убрать оба сообщить об этом специалисту остальное оставить просто убрать сообщить а вот это правда последнюю фразу мне кажется убрать и все но вот смотрите а вот ситуация такая если мы предположим проводим сами самооценивание но вообще-то планируем представить результаты донора например да то есть он ну как бы согласился и выделил средства на проведение самооценки предположим мы хотим тиражировать этот проект и вот каким-то образом доказать и доказать и обосновать ну вот тиражируемость да проект вот что здесь вот как но понятно что когда есть внутренняя команда да мы тут все сидим и понятно чтобы сами для себя определяем какие интересы да каких сторон там в данном случае сторонами могут быть просто отдельные участники проекта мне интересно вот это да я считаю что это важно а если благополучателем могут быть партнерами да 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 вот если мы вместе с кем-то делаем оценку ну вот вопрос проект реализуем здесь просто добавить что как раз сообщить не специалисту по оценке сообщить заинтересованным сторонам мне кажется здесь концентра но можно можно я хотел и сказать что здесь есть такой момент что вообще-то чем больше заинтересованных сторон подключается к постановке задачи, и тем более, если они вдруг участвуют в проведении оценки, тем труднее будет проводить оценку. И если мы хотим головняк уменьшить, то надо хорошо подумать. И мне кажется, преимущество самооценивания в том, что нам никто не будет диктовать, чьи интересы учесть. Мы сами решим. Вот я запишу, ладно? Ну да. Дальше? Хорошо. Дальше, коллеги, если какие-то есть еще комментарии, вы останавливаете. Тут вот от Виктории Ашировой сейчас я в чате озвучу. Важна вовлеченность в оценку благополучателей. Как с этим вопросом? Он включен, наверное, здесь опечатка. Если мы хотим благополучателей включить, я так интерпретирую этот вопрос. Нужно ли подключать их к обсуждению? Благополучатели – это, может быть, довольно большая группа, разная группа. Каким образом учесть их интерес? Ну, мы когда формулировали тот принцип в 17-16-ом, мы имели в виду, что в числе заинтересованных сторон могут быть также благополучатели. Вопрос в том, хотим ли мы их в явном виде упомянуть здесь. Давайте я запишу. Упомянуть благополучателей. Прямо отдельно. Дальше, Володя, я уже открыл. Да, следующий пункт. Виктория руку подняла. Можно? Виктория, пожалуйста. Ну, я хочу тоже включиться в дискуссию и обратить внимание, что участие благополучателей на сегодняшний день важный принцип оценки проектов. Может быть, даже, ну, я бы сказала, ключевой. Потому как мы делаем не проекты ради проектов, а проекты для целевой группы, которая должна стать основной частью оценки проекта. Мне кажется, вот это, ну, этот момент слабо звучит в наших принципах. Ну, тут смотрите. Как это должно быть, и если согласны другие участники тоже. Потому что, да, с одной стороны, мы НПО, мы инициируем проекты, мы добываем ресурсы для их реализации, но все это делается для благополучателей, для целевой группы проекта. И никак иначе. И сегодня основные тенденции в оценке проектов и как бы импакт, то, что мы называем, это именно, ну, как сказать, это именно голос благополучателей, насколько они удовлетворены проектом и, собственно, тем, что делается. Это как раз против проектов, которые догнать и причинить добро. Есть такие проекты, и вот, мне кажется, здесь это важно. Спасибо. Записал, записал. Ну, я тоже не могу короткий комментарий по этому поводу. Когда мы говорим о включении в оценку благополучателей, для меня это всегда, ну, для меня это пока очень неопределенная формулировка, потому что включение благополучателей, в данном случае речь идет об этапе постановки задачи, да, вот, об этапе формулирования вопросов, заданий и так далее. И когда мы говорим о включенности, то мне было важно понять, каким образом, да, вот мы, если мы говорим о самооценивании, мы можем в данной, на данном этапе включить. Ну, в общем, это такой вопрос для меня, на которого нет однозначного ответа. Мы зафиксировали насчет благополучателей. Да, хорошо. Мы переходим теперь к той структуре, которая есть в принципах сейчас. Это рекомендации для специалистов по оценке. Мы уже давно перешли вроде. Ну, я, ну, я же не прочитал. А, извини. Мы перешли, конечно, но пока мы застряли на... Да, да, да. Значит, рекомендации выявить основных пользователей результатов оценки, выяснить их информационные потребности и ориентироваться на потребность на всех этапах проведения оценки. Ну, не знаю, вот опять возникает вопрос. Если у нас такая команда, да, смешанная, ну, где все функции перемешаны, да, вопрос, имеет ли смысл какой-то отдельный принцип, как бы именно выделяя специалистов по оценке. Тем более, мы стали говорить, что у нас может не быть такого при самооценивании какой-то такой отдельной стороны. Да, Вера, пожалуйста. По-моему, проще всего убрать вот эти вот рекомендации для рекомендации для. А вот так все подряд написать и будет идеально. Смотрите, да, получается, определить интерес с каких сторон, выявить основных, пользоваться, подсудить вопросы, задания. Просто вот сказка для взрослых. Ну, да, хорошо, это предложение. Я бы сюда добавил, может быть, нужно тогда и посмотреть на повторы. Может быть, где-то есть повторы между формулировками. следующее. Обсудить вопросы, задания лично с основными пользователями результатов оценки. Ну, то есть, мы определяли до этого, кто пользователь, в чем их интересы состоят, и теперь мы обсуждаем вопросы с этими пользователями. Ну, наверное, это внутри команды. Да, Вера, пожалуйста. Тут все хорошо, только вот, сейчас, секундочку, вот объяснить специалисту по оценке мы убираем, а дальше, смотрите, получается, включать в задание, определить интересы, выявить основных пользователей. Может быть, только вот основных пользователей передопределить интересы или это общий какой-то пункт и обсудить лично с основными пользователями. Ну, вот то, что сейчас говорила предыдущий оратор, основные пользователи это благополучатели. Вот со благополучателем, наверное, задание не обсудишь, поэтому вот выявить и обсудить, вот может быть, выявить основных пользователей и обсудить вопросы вот это прям сюда вот и как-то стройненько. Я бы не ставил знак равенства между пользователями результатов оценки и благополучателями. Нет, я говорю, что благополучатели, мы сюда не вставим. Вот, поэтому, значит, интересы, каких сторон это у нас вот тут благополучатели, а дальше идет выявить основных пользователей результатов и обсудить вопросы вот тут через запятую просто с основными пользователями лично, потому что мы выявили основных и лично с ними обсудить. Тогда, наверное, стройненько. А вот эти специалисты вот отсюда убрать, которые полагают? Да, да, понятно, Вера, понятно. Володь, можно дальше, да? Да, Леш, можно я на секунду? Мне нужно на секунду. Хорошо, коллеги, давайте. Вот у нас следующий. Выясните у основных пользователей результатов оценки, каким образом они собираются использовать эти результаты на практике, учитывать это на всех стадиях проведения оценки. Ну, вот это как раз повтором, о чем Владимир сказал. То есть у нас получилось, что есть похожие рекомендации для всех трех сторон. И если мы делаем самооценивание, то эти рекомендации надо соединять. Можно дальше, коллеги? Или здесь будет какой-нибудь комментарий? Ага. Давайте дальше посмотрим. Рекомендации для участников. При наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов заданий на проведение оценки. Ну, другими словами, если тебя приглашают, не отказывайся участвовать в формировании вопросов, наоборот, как-то поддержи. Это вот рекомендации для участников. А давайте я остальные открою. Если нет возможности, передаю, Володя, читай тогда следующее. Если нет возможности участвовать в формировании вопросов, заданий на проведение оценки, то ознакомитесь с ними и с планируемым использованием результатов оценки. Спасибо. Я хотел сказать тоже. Да-да-да, пожалуйста. Я, коллеги, хотел сказать здесь, смотрите, как получается. Ну, могут быть сотрудники организации, во-первых, а во-вторых, конечно, благополучатели, о чем Виктория говорила, которых мы будем вовлекать в оценку. Как минимум, как источники информации. Но они могут по каким-то причинам не принимать участие в постановке задачи, ну, в силу разных причин. И получается, что в этом случае эта рекомендация может быть адресована тем, кто является источником информации, но не активно включен в планирование и проведение оценки. Вот, что я хотел сказать. Да, Вера, пожалуйста. Я вам еще не надоело. Ну, смотрите, вот, по-моему, тогда раз так получается не рекомендация для заказчика, а вот просто ориентированно на получение полезности. Вот начинается формулирование вопросов, заданий. Вот сюда вот появляется, если нет возможности, то делиться. А при наличии такой возможности убираем. А если нет возможности делиться соображениями, вот все сюда, видите, тем людям, которые будут пользоваться. Вера, у меня предложение, знаете, какое есть? Давайте мы принципиальные вопросы будем обсуждать. А с текстом работа, вот что куда переставить, мы же его разошлем, и тогда можно будет сделать комментарий прямо по тексту. Шикарный. Так, вот, Володь, следующий я открыл. Да. Ой. Да, да. Делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиками и специалистами по оценке. Ну, то есть, если, например, благополучатель понимает, что результаты этой оценки можно было бы использовать там, где, может быть, сама организация даже не знает об этом, то лучше про это сказать. Ну, вот такая рекомендация. Вроде эту сторону как надо, учитывая. Ну, то есть, получается, что если мы говорим о какой-то команде, да, вот, которая проводит самооценивание с неявным разделением ролей, но выясняется, что какие-то действия эта команда должна выполнить обязательно, чтобы ориентироваться, ну, чтобы соблюсти этот принцип, да, для того, чтобы ориентироваться на практическое использование результатов, надо соблюсти определенные действия, да, там, ну, в данном случае даже в большей степени на этапе постановки задачи, да, идет, потому что отсюда идет полезность. Но, с другой стороны, сторона благополучателей, она выделяется. Да. Она остается, да, вот, как бы, участники оценки, да, ну, не участники оценки, как в тексте, а особо, потому что мы подразумевали под участниками оценки и самих сотрудников проекта, вот, в данном случае надо выделять группу благополучателей, как некоторую отдельно, то есть группа исполнителей проекта и группу благополучателей, ну, для текста. А дальше какие-то рекомендации, да, вот, внутри, для них два рода рекомендаций. Уважаемые коллеги, у меня такое соображение, окей. Смотрите, да, мы можем двигаться к следующему принципу, у нас остается около получаса еще, да, но вот вопрос теперь, как работать дальше, ну, вот, Лена Мальцкая предложила все-таки открывать все сразу, может быть, действительно попробовать так второй принцип, посмотреть целостно, ну, с учетом того, еще дополнительное предложение, давайте на две группы разделить, у нас довольно много, и будет возможность попробовать, да, давайте попробуем. Павел, можно сделать 20 минут, и у нас 10 минут останется на общее обсуждение. Ну, мы договариваемся, что мы будем в группе целостно обсуждать. Давайте, кусками, кусками, или сразу всю картинку. Ну, всю картинку. Хорошо, хорошо, договорились. Хорошо, тогда разбиваемся на малые группы, и мы с Алексеем будем фасилитаторами. 20 минут, да, Володь? Да, 20 минут. Окей. Спасибо. Спасибо. Могу, гернулись. Мы тоже, да. Виктория, вы услышали, да? Я успел записать вашу мысль последнюю. Да, то есть использовать вот эти, чтобы всегда всему учиться и всем самим велосипед изобретать. Взять то, что есть, адаптировать и сделать полезное дело для других. Хорошо, уважаемые коллеги, у нас остается немного времени. Может быть, мы тогда сейчас подведем итоги, какой-то обзор сделаем, что было в малых группах. Я вот уже даже услышал, у нас этого в группе не было. Ну и будем завершать и решим, что дальше делать. Мы успели только два принципа. Ну да, в следующий раз-то 4 точно успеем. Мы теперь руку набили. Хорошо. Ну, Леш, сделаешь обзор? У вас больше народу было, у нас меньше было. Да? А сколько у вас было? У нас только. У нас на выходе было 4. Нет, у нас больше. Ладно, да. Значит, у нас есть несколько, действительно соображений таких важных. И первый такой очень важный посыл. У нас был специалист по снижению вреда в нашей группе. И она сказала, что надо быть уверенными, что от оценки вреда не будет. То есть, как бы, вот это изначальная такая установка. И исходя из этого, все остальное я бы прокомментировал. То есть, если, например, вы чувствуете, что у вас нет компетенции, чтобы нормально сделать самооценивание, то лучше его совсем не делать, чем сделать так, что потом будет вред. Дальше. Если у вас... Для того, чтобы проводить оценку, скорее всего, у вас есть достаточная экспертиза в предметной области, но, вероятно, не хватает экспертизы в области оценки в среднем ВНКО. Соответственно, сейчас есть возможности, чтобы немножко свои компетенции развить. То есть, пройти обучение, что-то почитать. Это сейчас, пожалуйста, есть возможности, и можно это сделать. В каких-то случаях, может быть, получится привлечь куратора из той же АСОП посоветоваться, и, может быть, кто-то, внешний консультант, даже на условиях прогона, если небольшая, трудоемкость небольшая, просто что-то посоветует, как сделать. Дальше. Если по ходу вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы думали, что вам хватает компетенции, а на самом деле в какой-то момент вы поняли, что их не хватает. Ну, например, вы работали-работали, а потом, опа, вам надо случайный выбор, а вы не умеете. В этих случаях можно обращаться к специалистам, причем к узким, и не всегда обязательно к тем, кто оценку умеет проводить, потому что выбор вам поможет социолог сделать. Дальше. И последнее, вот о чем сейчас мы как раз в догонку с Викторией говорили, что на самом деле существуют разработанные профессионалами, хорошо отработанные инструменты, как и методики, опросники, инструменты и методики, которыми можно пользоваться. Они, в принципе, доступны. И это тоже как опция. То есть не надо изобретать велосипед. Если в вашей области такое есть для ваших целей, то надо применять профессионально разработанные инструменты. Все. Ну, у нас очень многое похоже, близко в группе было. Я бы только добавил здесь вот вариант такой, что мы все-таки обсуждали границы оценки. Ну, если говорить о приглашении экспертов, все-таки есть граница между оценкой с участием и самооцениванием. И вот как-то это нужно чувствовать и про это, может быть, написать там в тексте и не переходить ее. Потому что это как бы другой вид оценивания. Да, они очень близко похожи. У тебя записано это, да? Да, записано. Еще добавил, добавим вот нюанс такой, что, может быть, у вас не прозвучало. Надо посмотреть, какие компетенции есть в команде. Вот вообще внутри. То есть можно так говорить, мы ни разу не проводили самооценение. Есть отдельный вид компетенций, но зато мы тысячу групп профасилитировали. Это означает, что групповое интервью в принципе вполне возможно. Если у нас там одни фасилитаторы в команде, причем шикарные фасилитаторы, умеют работать с большими группами, разными. Вот как пример. И еще очень важный момент, что, ну, похоже, вот эта история с командой, что нельзя вот самооценивание, как бы договориться о задаче, потом сказать, ну, давай ты вот делаешь, отвечаешь, давай вот все делай. Похоже, самооценивание очень командное дело на всех этапах. И в связи с этим возникает вопрос, например, то, о чем вы, может, не говорили, что надо эмоционально относиться, если мы только начинаем самооценивание, но спокойно к этому, как... Я понимаю, снижение вреда – это важно, но, с другой стороны, допустимость ошибки, да, допустимость каких-то вещей, вот, да, сложных. И в этом смысле очень важно рефлексировать, то есть оставаться в команде на всех этапах оценивания, но периодически обсуждать, как идут дела, да, вот у кого какие трудности возникли. Это надо делать. Вот. И, по идее, мы, конечно, нельзя отказываться от этого принципа вообще для самооценивания, он важен. Единственное, что вот тут некоторый момент должествования в формулировках, помягче бы как-то сделать. Там довольно жестко сформулировано, здесь надо как-то, ну, как это, к людям полегче, да, помягче и полегче. Вот. Но, конечно, принципы убирать нельзя, но вот с учетом этих дополнений вполне можно, ну, как бы вот, так сказать. Понятно, Володь. А вот Виктория еще добавит? Да, Виктория, пожалуйста. Получайно рука поднялась, Виктория? А, наверное, осталась. Хотела сказать относительно включенности команды или как вот организован процесс оценки. Сейчас вы говорите. Мне пришла на ум мысль о том, что, на самом деле, вот если использовать подготовленные вопросники или как бы самим разработать, то эти вопросники об, так сказать, оценке проекта раздаются каждому члену команды. И кто-то берет на себя труд объединять уже итоги, ну, вот как бы такого мини-исследования внутри. Это не значит, что оценку делает один человек, и он за это отвечает, и он как бы варит всю эту кашу. Нет. Как раз суть в том, что, скажем, вовлеченные сотрудники в проект, каждый, ну, заполняет опросник, и потом, собственно, рассчитываются баллы. Разные приемы есть, но в целом хотел обратить ваше внимание на то, что это вот так. Можно тоже. Спасибо. Спасибо. Вроде мы к завершению, да, Володя? Да. У меня предложение есть, коллеги. Мне кажется, что мы вот сейчас посмотрели, как это можно делать. Мы в следующий раз с четырьмя принципами справимся. Я бы предложил закончить это обсуждение именно в следующий раз. То есть, тему продумать. Да, в следующее свидание сделать вот продолжение. Даже если новые люди придут, нормально, мы также объясним вначале. А к обсуждению текста мы потом пригласим более широкую группу. То есть, мы можем и тех, кто сейчас, и прошлый раз, и других. Вот так. Лена, смотрю на эти принципы, которые мы там дорабатывали, писали. Я понимаю, что тоже все равно мы реагировали на те вещи, которые были тогда, когда мы понимали, что начинают заказывать оценку, люди ничего не понимают, что начинают заниматься оценкой. Поэтому там действительно есть некоторая там прям жесткость, я бы сказала. директивность действительно. Поэтому это сейчас так забавно посмотреть. У нас там есть пункт, Лена, мы себе пути отхода же там подготовили. То есть, эти принципы должны пересматриваться время от времени. Последний пункт. Нет, на самом деле, может быть, и сейчас, если бы мы там начали это, мы бы тоже заняли опять более такую жесткую позицию. Похоже, что должны быть разные для самооценивания и для профессиональной деятельности в области оценки. Они отличаться должны. Нормально. Нет, я действительно с этим согласен, но мне кажется, что они даже директивные, даже для специалистов по оценке, и поскольку мы все-таки их писали именно, я говорю, когда у нас были всякие дурацкие случаи за спиной. Вот, я тоже. Это очень так. Печальный опыт был. Подвергание оценки. Окей. Да. Не знаю, уважаемые коллеги, я бы вот тоже хотел сказать прям кратко. Мне кажется, интересные такие какие-то мысли появились. Вот я смотрю сейчас на записи, на свои тексты, потому что у Алексея там есть записи, а я их не видел предыдущие. Но мне кажется, интересный текст складывается какой-то вот связанный с самооцениванием, который, с одной стороны, вроде, продолжает эту линию принципов определенных, профессионально. С другой стороны, как бы учитывают эту специфическую ситуацию, да, самооценивание. И, ну, не знаю, мне кажется, интересно, может получиться такое коллективное, такая, ну, текст, что ли, да, там заявление, я не знаю, как это еще будет, но каких-то рекомендаций, может быть, или описание принципов самооценивания. Будет здорово, если вы во второй четверг июля придете. Придете, да. Да, потому что вы помните, что было сегодня, да. Ну, в любом случае, в любом случае, если не получится, мы же разошлем. Никто не написал, что отказывается от авторства, поэтому мы уже вынуждены весь текст вам рассылать, да, естественно, вы получите в полном объеме, даже если не сможете принять участие, ну, а тем более, благодаря центру Гарант и Павлу Военскому, нашему такому ангелу, хранителю, который не виден, у нас будет запись и будет презентация, да, полностью выслана, и тем даже, кто не смог там в следующий раз, тоже будет возможность пройти этот путь, да, послушать, выбрать полтора часа. А так, вообще-то, мы должны заканчивать. Спасибо, да. Всего хорошего, до свидания, да, увидимся. Спасибо, пока, пока, пока. Спасибо, только, пожалуйста, не переносите все в Телеграм, у меня нет здоровья на него подписываться. Хорошо, нет, а мы особо, вот, встречи-то мы вот в этих инструментах. Ладно, ну, я не попала, жалко. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.